После блистательного выступления Сэн Тайши в 1449 году в истории Айратов наступило затишье. Но можно предположить, что в это время они восстанавливали силы. Дальнейшее развитие истории каждого племени говорит о том, что каждая из них численно выросла настолько, что стояла на пороге создания своих собственных государств. Но между ними шла борьба. С одной стороны, за старшинство в союзе племен. Создание единого общеаратского ханства. А с другой стороны, вели борьбу с монгольскими ханами за главенство над всей Монголией. В конце XVI века все четыре айратских племени со своими вождями во главе Зюмгар, Харахула, во главе Тургудов, Хоурлюк, во главе Хошудов, Байбагас, во главе Дербетов, Далай Тайши вышли на историческую арену. Главным из них считался Харахула. Он проводил политику объединения сил и создания единого государства. Но главы других племен объявили себя независимыми ханами своих собственных племен. А совершенный разрыв произошел намного позже. До откачевки некоторых на новые места еще продолжались совместные выступления в защиту айратства. Со второй половины XVI века монгольские ханы, потомки Чингисхана Даян хан, а также тумецкие, ордовские, халхасские, удельные князья ханы имели несколько крупных сражений с айратами. После одного из таких сражений в урочище Шарахулсун в устье реки Емель между монголами и айратами было заключено условие. Если кто возьмет языка и, выведав у него о кочевьях противника, убьет его, то да отсечется у него язык и пусть умрет он. Знаменитое сражение между монголами и айратами, после которого айраты стали едины, произошло в 1587 году. Тогда несколько сильных айратских владельцев вождей-богатырей выдвинулись из среды других и соединились вместе ради славы айратского племени и защиты своих территорий от монголов. Оно описано в народной поэме «Сказание о походе убуши хунтайджи на айратов». Монгольский убуши хунтайджи и урянхайский Сайманджик с 80-тысячным войском от урочища Харабулак, находящихся в Хангайских горах, прибыли для сражения с айратами и расположились с Таном на урочище Нал-Харабурук. Отправленные на поиски монгольские разведчики нашли семилетнего айратского мальчика. Когда его привели к убуши хунтайджи Сайманджику, они велели ему рассказать о кочевьях и вождях айратских. Тогда мальчик ответил. На ближайшей отсюда границе кочует Сайн Серденьке, сын тургутского владельца Манхая. Он имеет серебряный подчернию шлем, красный панцирь с бляхами, броню из перста красного шелка и лошадь Тома Цахор. Его сопровождают две тысячи молодцев, две тысячи копий, воткнутых в землю, две тысячи лошадей, поводами связанных луки для выстойки. Скрыжа зубами и глотая слюни, он говорит, нет ли зверей, чтобы поохотиться, нет ли врагов, чтобы побиться. Дальше кочует хуйцкий Эсельбейн Сайнка. Он собрал свои колена Ирчин и Хорчин, кочующие при истоке реки Иртыш. Его сопровождают четыре тысячи молодцев, четыре тысячи копий, воткнутых в земли, четыре тысячи лошадей, поводами привязанных луки для выстойки. Скрыжа зубами и глотая слюни, он говорит, нет ли врага, с которым можно было бы биться насмерть, нет ли молодца, с которым можно было бы состязаться на словах красноречия. Дальше кочует зюнгарский Харахула, сопровождаемый шестью тысячами молодцев, подобных себе. А он подобен кутцому серому волку, утром нападающему на овец. Он смотрит глазами молодого беркута орла. Дальше на стрелке реки Уту кочует тургутский Саент-Эминэбатр. У него лошадь Нарин-Тархан с берегов реки Нарин и восемь тысяч войска. Далее кочует хашуутовский Байбагас-Хан, старший из пяти барцев. Он склонен к убийству и грабежу и имеет голос, подобный реву десяти тигров. Его сопровождают шестнадцать тысяч молодцев. Он, сидя в своей пятнадцати решетчатой уединенной ханской юрте, беседует о религии и правлении дербеных ратов. Сказывает, что он, раскрыв рот свой и распростерши длани, говорит «Во всех четырех сторонах света нет никого, кто бы мог со мной сразиться». Сказав так, мальчик замолчал. Перед сражением монголы по давнему обычаю принесли в жертву знамени Тугу взятого плена иратского мальчика. Но перед смертью мальчик предсказал монголам наказание за нарушение международной клятвы, предварительно призвав его в свидетелей айратского бога войны со словами «О милости львы, дайчин тенгри, ешипей», бросился грудью на копья. После случившегося у Ренхая Сайн-Манджик, приняв данный поступок за родную примету, со своим войском отправился в свои кочевья. А весть о смерти мальчика разлетелась по всем айратским кочевьям, и оставшийся монгольский убушихун тайджи сорокатысячным войском был окружен айратскими вождями-богатырями. Сражение продолжалось три дня. Наконец, монголы не выдержали, свернули свое черное знамя и хотели отступить. И в это время тургутский батыр Сайн-Серденке ворвался в середину монгольского войска и, поднеся меч к убушихун тайджи, сказал «Ваше наенство! Ради славы Дербен-Айрат, я подношу этот меч вашей правой почке!» После чего убил хана. Но монголы, окруженные айратами, не растерялись. А по старинному обычаю они отрезали стремена со своих седел, с той стороны, с которой садятся на лошадь, и, сражаясь до последнего на том месте, умерли на костях своего наена. Дербен-Айраты говорили, что это поражение нанесено монголам, гением-хранителем айратов, превратившегося в семилетнего мальчика. Приведенной выше легенде, дается характеристика богатырям-вождям айратских племен, особенно отличившимся в период национального возрождения айратов. Подвиги их, проявленные в битвах, служили примерами героизма и стойкости национального духа. О них слагали легенды, рассказывали их в назидание последующим поколениям айратов. Юрий Лыткин писал, что с этого времени айраты устремили все свое внимание на восстановление и утверждение своей славы и своей силы. 1587 год – есть год, с которого начинается их известность, их новые стремления, новая жизнь. На этом пока все. Подпишитесь на наш ВКонтакте и Телеграм. Ссылки будут в описании под видео. Оставайтесь с нами, оставляйте комментарии. Делитесь нашим видео с друзьями с наилучшими пожеланиями. Команда канала ZAN Online благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо. Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Цеденов.